а друзья снова здравствуйте у нас новый инструмент который помогает быстро договориться и сузить количество идей тоже довольно простой мы очень быстро разберем называется группировка участниками сам инструмент помогает с большого количества идей с помощью мудрой группы то есть я буду как фасилитатор отдыхать наконец-то сгруппировать несколько больших станций для дальнейшей проработки как это часто бывает группировкой а и так друзья мы сегодня работаем с настей и славой привет девчонки привет привет а у нас очередной творческий вопрос необычный но сейчас волнующих многих родителей например меня мне очень интересно какую карьеру стоит выбрать нашим детям я вас попрошусь за секунд за 40 накидать как можно больше идей на стикерах молча накидайте пожалуйста какие как вы думаете профессии в будущем будут максимально актуальны окей дописывайте как последнюю идею слава у тебя не учишься по-русски такая профессия тоже актуально окей а следующая ваша задача друзья я буду отдыхать в этом инструменте вам нужно договориться как-то сгруппировать эти профессии в несколько больших подгрупп и собственно вдвоем договориться что это будут за подгруппы поехали так можно еще раз мы ознакомимся а слава как правило может как-то по компетенциям это сделаем давайте как я сразу вижу у нас мэйч со славой там где мы пишем что вообще хоть чуть-чуть нужно как бы учесть до мнения детей вот это отдельная я считаю группа они всякие наши хотелки родительские и надо бы это как-то назвать так как ты сказал и так и написал продолжай так связанная с айти им human relations межгалактические отношения инновационный лидер слава тут под расшифру чуть-чуть имеешь ввиду на нашей планете у нас просто пошла такая как бы история что у нас там задействованы другие всякие цивилизации я думала из стороны нашей планеты в общем ага ну тогда это как раз и остается мне кажется внутри а вот это вот все межгалактическая так вот это понимаете профессии нормального человека вот это будет профессии курильщика как из мема так и вот он хотел стать нормальным человеком кто-то украл у меня стикер все слова согласно с группировкой да 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 супер то есть у моих детей три варианта либо стать нормальным человеком либо все-таки пусть они сами решают ну либо что-то без межгалактическое огонь спасибо еще смущает что мы вообще как бы не упомянули и джел коуч и здесь но это само собой как бы мне кажется в сторону межгалактического все таки вряд ли это нормальные люди супер спасибо огромное друзья вот так вот работает инструмент группировка участниками я ничего не делал я только текста написал как ребята говорили ребят с ваш с вас инсайты как работает этот инструмент конкретно для вас также по одному стикеру и голосом его давайте проговорим инструмент будет максимально эффективным если люди которые участвуют опять же да в этой активности они такие максимально совпадающие по вайбу то есть они должны чувствовать друг друга чтобы например у них не было меньше разногласий когда они там хотят какую-то группировочку осуществить и я допишу наверное в этот комментарий до пяти человек считается что вот включительно такая группа могла бы договориться в таком формате если больше пяти вот у них этого общего вайба как ты сказала может не быть супер спасибо я да я заметила что сразу изучается менее других но то есть пока ты пишешь ты еще видишь что другие пишут но у тебя немного шире обзор мысли происходит супер инструмент действительно вызывает грубо говоря дискуссию такую спонтанную то есть сама группа начинает в какую-то сторону двигаться и как-то это группировать в отличие от там других инструментов группировки здесь группа сама находит некий общий контекст которым они начинают общаться такой вот инструмент так он используется действительно для совсем малых групп очень редко применяем потому что но люди могут идти в спорт тут надо жестко фасилитировать иногда когда группа там например пять человек но девчонки у меня классные быстро договорились и я детям это покажу видимо будут решать нормальным человеком быть или межгалактическим либо все-таки стоит не прослушать им мнение да всем спасибо и поселекируйте я кстати забыл сказать что я вас в этом инструменте немножко заякорил в плане марса но это как бы но не связано с группировкой это было связано с мозговым штурмом мне хотелось очень веселое чтобы добавить я кстати еще хотела в конце на стикере сказать что был якорь но решила тебя не засаживать анатолий фасилитатор а это был это но якорь был мозговом штурме это нет проблем потому что сам инструмент про группировку я тут могу максимально веселиться с вами но для видео я уже мошка смотрю надеюсь добавят что якорить плохо и фасилитатор должен быть максимально нейтрален но есть одно простое исключение если мы все-таки и кори во время мозгового штурма на творчество то это не считается плохим тоном бывает бывает что люди там не знаю не проснулись еще не включился креатив мы как фасилитатор можем засыпать какой-то креатив просто из воздуха если если не такие веселые как вы да